Добрый день! У микрофона Ольга Болезина. У нас сегодня в гостях директор МОП-Водоканала Дмитрий Ухин. Добрый день. Человек, который отвечает за, наверное, почти наше всё. И здоровье, и комфорт. Это всё чистая вода. Именно так называется федеральный проект, который чаще всего в связи с водоканалами с Нововятском в последнее время упоминается. Хочется поговорить предметно, что такое этот федеральный проект, насколько мы уже в нём. В паспорте этой программы написано, что задача до 2024 года населения городов, 99% населения городов должно быть обеспечено чистой водой. Водой у нас обеспечены чистые уже практически 99% населения. То есть у нас программа финансируется за счёт федеральных средств. МОП-Водоканал выступает в этой программе как организация, которая заказывает проект и проектирует эти сети водоснабжения. А реализовывать будет, соответственно, администрация за счёт федеральных средств. Но мы уже в проекте, деньги под нас где-то есть. Да, ну в федерации есть деньги, да. То есть у нас в программе три проекта. Три проекта. Первый проект – это самый большой, наверное, это Нововятский проект. Это реконструкция системы водоснабжения Нововятского района. Я более подробно потом расскажу про него. Второй проект – это Коминтерн. Заречная часть – это заведение воды с Корченкина в Коминтерн. И третий проект – это замена воды скважиной в Ганино на воду с Корченкина. То есть вот это три проекта всего. Реализовываться они будут, если мы говорим про Нововятск, это 2024-2025 год. А теперь подробнее про Нововятск рассказать. То есть тут много слугов входит, что мы хотим воду убрать, заменить на Корченкинскую воду. На самом деле нет. На самом деле проблема там немножко глубже. То есть сама система артезианского вознабжения Нововятского формировалась в 60-70-е годы. В советское время. И на сегодняшний момент до сих пор нет утвержденной оценки запасов подземных вод. То есть юридически никто не может сказать, сколько воды есть и на сколько ее хватит. Мы объект такой приняли, то есть этих данных не было. Сейчас мы заказали, уже отыграли конкурсы, три конкурса. Это мы оценку запасов делаем подземных вод. Это микрорайон ЛПК, Свобода ВНС, Молодежка ВНС и Радужный. То есть мы начали процесс оценки запасов подземных вод. Длится она три года, ну два-три года с учетом утверждения. Плюс в рамках этого проекта мы будем еще утверждать зоны санитарной охраны, защитные зоны для каждой скважины. То есть их сейчас нет? Не утверждены, потому что нет оценки запасов, соответственно, нет зон. То есть для понимания, что в Нововятском районе в целом, да, Радужный плюс Нововятский, 45 скважин действующих. То есть их всего 55, но действующих 45. Да, 10 выведены эксплуатации. До нас, не знаю, мы пытаемся с ними разобраться, что с ними не так. Мы их прокачиваем, смотрим, да. И мы хотим эти скважины, которые выведены эксплуатацией, включить в оценку запасов и понять, сколько там воды есть на всякий случай. Предыдущий водоканал начинал оценку запасов, он начал делать. Мы им ее не утвердили. Утвердили временные запасы на 5 лет тогда еще. Потому что комиссия, госкомиссия посчитала, что не должным образом оценено. То есть не подтверждает расчет этого объема воды. То есть поэтому мы делаем с учетом этих ЗБЖ. Но примерно на 5 лет всего. 5 лет это просто временно. То есть это не настолько воды хватает. Это просто временно утверждать, 5 лет еще доработать, доисследовать. При этом в той оценке запасов до 5-летней было указано, что воды не хватает на самом деле. И там рекомендовалось искать альтернативный источник водоснабжения на Лавятске. Там был прописан кубинский водовод. А сроки какие-то были, что к такому-то году уже желательно бы какой-то альтернативный источник иметь, а то мало ли что? Ну там на 5 лет давалось. Получается, это 5 лет и стекло 20... Вот сейчас, в апреле, по-моему, 21-го года стекло 5 лет. Поэтому мы смотрели изначально, проект был на Лавятске немножко другой. Изначально это была прямая труба с корченками, взамен на корченскую воду. То есть это был такой проект изначально, старая схема снабжения. Мы посмотрели, то есть люди не хотят этого, мы насильно, мил не будешь, поэтому мы пересмотрели проект. То есть сейчас проект немножко другой. Сейчас это по факту есть соединение всех источников возможных водоснабжения в Лавятске. То есть мы хотим построить трубу из корченки, а там с другой камеры немножко зайти в Радужную и с Радужной уйти в Лавятск. И все насосные станции соединить между собой. Эта труба соединится с Куменским водоводом и соединится с ВНС, который получает воду из НМЗ. То есть там еще есть один забор у механического завода, который далеко за городом находится, там 14 километров. Вот там вода артезианская, Куменский водовод, вода артезианская и плюс корченкин. То есть получается, у нас есть вода со скважин, у нас будет возможность запитать воду с НМЗ и запитать водой Радужной уйти в Лавятске с Корченкина. И четвертый вариант, крайний случай, если не будет объемов воды, например, не хватать, это Корченкина. То есть вот четыре варианта в нашей программе. Вот так мы хотим это сделать, да? Такой, ну это большой, очень какой-то гибридный проект. Да, 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 то есть именно мы пошли путем соединения, чтобы мы диверсификацию, чтобы мы могли в любую секунду дать дополнительный объем воды. Плюс Нововятский район, там, Радужный, это все-таки перспективный район на плане строительства, на самом деле. Существующих объемов воды не хватит, там, то есть в любом случае надо искать где-то воду еще. Вот, а есть такая возможность получить федеральные деньги и реализовать. В чем плюс? Плюс то, что федеральные деньги, во-первых, не утяжеляют тариф, то есть это на тарифе никак не скажет, не скажет для населения. Плюс, вот, например, сейчас... Вы только-только понижать их начали. А мы уже понизили их, кстати, да, с 1 июля, да, у нас на 8% Нововятский тариф снизился, да, и за счет, получается, укрупнения водоканала, то есть там оптимизация. Любой другой вариант, любой другой вариант, он потребует денег внешних инвестиций коммерческих, да, и в любом случае возвращать надо будет эти деньги. Деньги, у нас доход один тариф, да, то есть получается, чем больше мы уложим, вроде хорошо, но при этом тариф будет расти. Мы этого не хотим, то есть мы хотим, что вода стоила как единый тариф для всех жителей города, но при этом вода должна быть качественной. Поэтому вот Нововятский проект, он не про ликвидацию скважин, на самом деле, он про диверсификацию больше источников поставки воды. Вот про это мы говорим. А вот давайте поговорим еще про воду в скважинах. Вот люди, им нравится больше вода из подземных источников, да, а не из речки. А действительно ли, вот особенно на фоне последних месяцев, когда поступает какая-то информация о том, что какая-то, ну там, возможно, какое-то понижение качества воды, там, из-за паводка или еще чего-то, которая вода более чистая, скажем так, на ваш взгляд? Ну, слушайте, вода более чистая, если мы говорим всем про сампин и соответствует сампин, вода с Корченкиным. Вот так скажут, вода с Корченкиным полностью соответствует сампин. А вода в Радужном Нововятске, у нее есть проблемы, то есть там две проблемы. Первая – это бор, все-таки это природное залежание бора, то есть там 3, 4, 5 ПДК, это всю жизнь было, как бы, и она есть. То есть, до Юра, она не соответствует сампина. Вторая проблема – это все-таки загрязненность вод, то есть в Корченкино вода добывается, чистится, то есть перед подачей в город гипохлоридной натриемы обеззараживается и идет в сеть, да, то есть в Нововятском районе такой системы не было никогда, то есть все приори считают, что вода там чистая, да, ну, мы посмотрели, из 45 скважин на 26 скважин находятся в черте города, не соблюдается зона санитарной охраны, то есть там в рамках 30-50 метров от скважины не должно быть строения ничего, должна быть пустота, огорожена забором. Вот 26 скважин так не соблюдается. То есть понятно, что это опасно, да, то есть если ружье заряженное висит на стене, оно рано или поздно выстрелит, да, вот такая же ситуация. Поэтому мы начали мониторить состав воды, то есть в том числе по микробиологическим показателям сейчас мы практически ежедневно мониторим, и мы заметили тенденцию, например, в паводковый период, да, то есть качество воды ухудшается, появляется в микробиологии паводковый период, когда идет подмешивание поверхностных вод в землю, когда уходит, вот. И второе, мы заметили, что после дождя любого раз повышается уровень микробиологии в воде, то есть получается, что скважины, на самом деле, ненадежно защищены. Поэтому было принято решение, что воду дополнительно немножко обеззараживать. То есть это на постоянной основе сейчас будет делаться в Новоавиатске? Паводок точно, паводок в период точно, зима, наверное, нет, потому что зима проблем нет. А, то есть как только за месяц, и показатели? Да, 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 да. Сейчас мы обеззараживаем, то есть не как, вот, конечно, ведро плеснули, гипохлориды, все ждут, реакции нет. Мы купили четыре системы автоматического дозирования гипохлорида, сейчас мы устанавливаем, сейчас на ВНС-свободе мы ставим эту систему, отлаживаем, да, ее, то есть это дозирование, то есть в минимальных объемах, то есть мы, во-первых, надо найти баланс, чтобы не было запаха, потому что вот в городе запаха на самом деле хлора сейчас нет, потому что мы нашли баланс, то есть там минимальное количество. Вот сейчас мы на ВНС-свободе такую систему ставим и будем отрабатывать режимы работы, то есть мы там каждый час берем анализы, смотрим, сколько свободного хлора, то есть мы хотим работать так, что свободного хлора было там 0,000001%, чтобы его не чувствовать, пахнет свободный хлор. Если его не будет, он не будет пахнуть водой. Но вода будет безопасна, обеззаражена полностью, да. Вот, поэтому эти системы будем везде ставить. Ну, конечно, мы по возможности не будем ее включать, если будем понимать, что вода безопасна. Потому что, в первую очередь, вода должна быть безопасной, и в вторую очередь, наверное, вкусной. Вот это мои приоритеты, потому что вода должна быть безопасной. По поводу, вода вкусная, невкусная, ну, знаете, на вкус цель товарища нет на самом деле. Я вам скажу, по воде, в которой святки, с Корченкиной, То есть, с городами с другими сравню. Наверное, это одна из лучших вод в России, на самом деле. Там ни Самара, ни Казань, там, не знаю. А где невкусные? Не то, что невкусные, даже по виду, да, по запаху, по всему. То есть, она лучше, лучше, да? То есть, и то мы их будем улучшать в рамках этой программы, но сейчас она уже не хуже. А подземная вода, она просто, как с колодцей, вот пить, да, там все, вкусная вода. Вот, наверное, вот так больше. Это больше... Ой, многие, наверное, теперь даже уже не знают, что это такое, пить воду из колодца, потому что, ну, козленочкам-то можно... Вот, поэтому на вкус и цвет. Это вопрос, наверное, все-таки предпочтение каких-то вкусовых и привычек, в первую очередь, да. И поэтому лишать людей привычной воды мы не хотим. Мы хотим, чтобы просто она была безопасной и качественной, да. То есть, мы для этого все сделаем, и федеральная программа «Чистая вода» — это только в помощь нам, по большому счету. А вот этот вот большой проект, он уже готов, одобрен, там, пройдены экспертизы, или какая вот сейчас стадия? Нет, нет, у нас сейчас идет стадия активного проектирования, то есть, там, задача до конца года — зайти в экспертизу и провести госэкспертизу, и уже, получается, в 22-м году, то есть, в 22-м году должны быть деньги выделяться, в 23-м году должна стройка начаться, там, два года строится, потому что большой проект 23-24, ну, вот, условно, там, 25-й год, либо декабрь, там, 24-го, либо 25-й год, вот такая. И плюс к этому времени, чисто теоретически, да, там, послала администрация, что, возможно, будет готов к Уменске, вот, в 25-м году. Сейчас я знаю, насколько знаю, что опять-то началось проектирование, допроектирование этого водовода очередное. Если будет готов, ну, вот, получается так, да, и плюс на МЗ, еще мы с ними в переговорах были, они как бы, ну, не коммерческая структура, они нам предлагают купить водовод, водозабор, ну, не знаю, наверное, это не совсем, там нет экономики, вот так скажу. Если они готовы будут нам передать его, мы готовы взять, реконструировать и эксплуатировать, но покупать актив, который не готов эксплуататься, наверное, мы не готовы. То есть, все-таки это деньги тоже надо читать, то есть, мы не можем там все неэффективные решения решить, тарифы, да, то есть, любое решение нужно быть эффективным, в том числе и тарифно, эффективным. Вот, не можем мы там все наши неудачи, наверное, жителей перекладывать, поэтому, наверное... А вот за два года реально построить вот такой крупный проект, ну, я это представляю, как большое количество раскопок, труб, там, перемещения каких-то коммуникаций, еще каких-то объектов, особенно если вспомнить вот историю куменского водовода, ей, наверное, уже больше 10 лет, да, там сложности были разные, финансовые, там, и другие, в том числе, да, вот здесь, там, не рискуем мы по что-то такое же долгоиграющее попасть? Ну, я думаю, нет, потому что мы как раз-таки, когда выбирали трассу, коридор трассы, мы пошли по полям, то есть, получается, там сейчас нет застройки, поэтому у нас большая часть, 80% трассы будут идти не по застройке, а по полю, по-чистому, да, это будущие микрорайоны, и будущие дороги там будут строиться, поэтому мы сейчас уже, с учетом, будем понимать, где будет дорога, мы вдоль обочины будем идти, то есть, поэтому мы... И с этой точки зрения посмотрели, почему мы еще ушли от трассы, от первой, которая вдоль советского тракта, потому что там невозможно пройти, там, кругом коммуникаций, то есть, мы искали, как раз, свободный участок, Поэтому, чтобы было проще строить, открытым способом, пошли два года, это нормально. Сложнее проект, на самом деле, наверное, будет в этом плане в Коминтерне. Вот, да, это вообще куда-то... Потому что там надо будет от Кристалла, бизнес-центра Кристалла, проколоть под вяткой и выйти с той стороны. То есть это достаточно тяжелый проект. Но я думаю, что в России такое делают, это не проблема, но просто интересный на самом деле проект. А вы занимались им уже? Вот что-то там предпринимается? Или есть просто вот образы, что надо прокопать под рекой? Сейчас уже проект готов, 100%, сейчас публичные слушания идут, и публичные слушания или закончились на этой неделе, или заканчиваются, и мы сразу заходим в экспертизу. А кто-то участвует в этих публичных слушаниях? Да, жители, то есть там... Есть что высказать? Организация, организация публичных слушаний, это администрация города Кирова, то есть там вывешиваются на сайте проекты, все там. И люди, которые там есть вопросы по трассе, по участкам, они могут прийти, задать вопросы. Ну, насколько я знаю, вопросов не было по Коминтерне, насколько я знаю. Ну, мне кажется, это сложно, ведь надо быть каким-то инженерным экспертом, чтобы предметно разговаривать об этом. Да, да, ну вот в этом, наверное, публичные слушания нехорошо, но, конечно, там информация очень тяжелая для понимания, то есть проект изучить, понять, конечно, нужно специальное образование, то есть не каждый может понять его. Ну, такая процедура, то есть надо ее проходить обязательно, и заходим в госэкспертизу, госэкспертизу смотрит, подтверждает стоимость, ну, либо не подтверждает, либо корректирует стоимость. И получается, цена, конечно, и уже Министерство, по-моему, строительство ЖКХ формирует заявку в Федерацию, МинжКХ федеральный, на получение федеральных средств. Средств выделяется, то есть играется конкурс на работы на строительные, и подрядная организация начинает строить, да. После стройки город принимает и передает нам хозяйственное видение в эксплуатацию уже, получается так. То есть мы в процессе строительства не участвуем. Мы тут как помощники больше администрации, потому что эта программа буксовала долгое время из-за того, что не могли сделать проекты. В администрации денег не было, то есть и искали того, и вот когда вот МУК-подоказан создался, вот в таком виде, да, в крупном виде после предыдущей гарантирующей организации, то есть мы взяли на себя обязательство, как бы, сделать эти проекты, помочь городу, в этом случае, и вот мы уже на финальной стадии. То есть у нас, получается, Ганина уже, часть уже в экспертизе, мы зашли в экспертизу буквально на ту неделю, вот, говорю, Коминтерн, заходим в экспертизу буквально на неделю-две, а Новоярск, конец года. Вот три проекта, то есть это тяжелый, достаточно проекты, сложные, плюс сложно проектировать сети, потому что мы идем по уже, вот, Новоярск проще в этом плане, условно, Ганина, например, тяжело, потому что мы идем уже в существующем городе, и очень сложно соблюсти интересы всех ресурсных организаций, там же электросети, тепловые сети, там и связисты, и Газпром, это надо, и у нас есть охранные зоны, и у них есть охранные зоны, то есть это вот это согласовать, это, поверьте мне, там, по 10 раз мы там друг к другу туда-сюда встречаемся, то есть полгода мы практически занимаемся согласованием только друг к другу, как мы пройдем. Поэтому это тяжелый проект, именно уже в существующем городе строить сети. А вот меня все-таки интересуют инженерные решения по поводу Коминтерна. Вообще, кто занимается проектированием, что, да, за специалисты, и где берутся именно вот решения для того, чтобы там забуриться под реку? Ну, во-первых, у нас три разных организации проектируют, то есть вот конкретно Коминтерна проектная организация из Иваново, да, то есть там мощные институты проектные, вот, Нововятка проектирует организация из Москвы, которой у Минобороны обычно проектированием занимается, а Галина проектирует местную организацию по МК-411, то есть на это все на конкурсах было определено, да, то есть там, вот. А какие проектные решения, а там варианта не было у нас другого, на самом деле, Коминтерна, то есть Вятка, то есть он не просто так правобережная часть, То есть там с левого берега надо перейти на правый То есть вариантов какой У нас сейчас идет водовод по старому мосту В теле моста труба лежит Ну такое спорное решение Но он сейчас так сделан И воды там не хватает, там маленькая труба Поэтому вариантов, кроме как прокалывать под вяткой Наверное нет других вариантов Но это на самом деле ничего страшного То есть там не так много Это интересно Для нас опыт, мне кажется И для вас Для нас тоже это интересно Но надо туда воду перекинуть Во-первых, Коминтерн нужна вода Больше воды, потому что все-таки это перспективная застройка Опять же Вот сейчас там дефицит мощности там нет И мощности системы канализации не хватает Уже под будущую застройку И воды там не хватает Потому что там есть АКВДСК организация У них хорошая вода скважина Но у них все, они питаются в микрорайончик У них больше воды нет Они не могут больше отдать Поэтому ту воду мы трогать не будем Там жители беспокоятся Нет, там останется как было АКВДСК Так и остается Мы в ту часть, где была вода из скважины из нашей Которая не соответствует Санпину И плюс там очень большой дефицит Это субботиха большая Воды не хватает То есть как полив начинается летом Все, там люди жалуются Скажут, там нет воды у нас Потому что дебета скважины не хватает Когда начинается полив Все, там система у себя просаживается Воды там нет То есть нужно доп. объем воды заводить А где там А найти под землей там практически нереально будет Во-первых, застроено все Во-вторых, лицензия, разведка Это там долго проще эту воду завести Вот И, ну, это мы говорим про чистую воду Конкретно Но мы не забываем, что у нас стоит перед нами задача большая Перед водканалом Разработать инвестиционную программу На начате реализовывать с 22-го года Сейчас у нас То есть у вас, как у гарантирующего поставщика Должна быть инвестиционная программа Ну она, скажем так, не должна быть То есть это все-таки право Но мы считаем, что быть должна она Да, то есть все Понимание, куда мы идем Да, то есть мы должны понимать Там горизонт, мы на 10 лет делаем программу 10-летнюю программу То есть мы в том году схему заснабжения Актуализировали гордо Мы понимаем, какие усилия надо прилагать Вот сейчас мы сделали проект инвестиционной программы Именно техническую часть мы сделали Отправили в администрацию Вот 15 июля мы на согласование Потом они будут оценивать То есть сами мероприятия Стоимость мероприятия Вот сейчас по предварительным оценкам С учетом инфляции 8 миллиардов рублей на 10 лет Ну без инфляции в текущих деньгах Это где-то 4,5 миллиарда То есть амбициозная программа Достаточно большая То есть там реконструкция практически всей системы Это и реконструкция отчетных сооружений города Водопровода Корченкина То есть там полностью два блокфильтра реконструкции полные Да, там вода там будет вообще идеального качества Плюс, конечно, обязательно везде автоматизация Все станции, все в единое инфляционное пространство собираем Вот это управление станциями Мониторинг станции То, что какой-то умный город Ну, типа того, да Умный водоканал назовем То есть это будет какая-то самостоятельная Или вы еще там объединитесь с другими Там тепловики свои там делают Да, какие-то цифровые вещи там Чтобы следить за утечками, допустим Нам объединяться, можно объединяться Но нам как бы немножко система разная То есть они не связаны между собой То есть мы не особо там То есть, наверное, нам не особо интересно У них все-таки другие параметры контролируются И другие вещи у нас другое А у вас что будет в автоматизации? Управление станциями То есть станции должны работать сами Насосные станции И канализации, и воды Вот условно, что ДЭУ станции Дрилевского Вот она с вами находится Да, то есть она Вот она должна сама работать Насосы должны сами включаться Держать давление Не надо идти И мы хотим, чтобы так работали Да, понятно, что будет плановое обслуживание Немножко другая система обслуживания будет То есть это не будет постоянного персонала на этих станциях Это условно А будут бригады, которые будут по регламенту По чехлисту обслуживать станции Там раз в неделю, раз в три дня Ну, зависимо от того, какая станция Вот И в единую систему собираем Да, делаем большой там Пульт управления в водоканале Да, и мы будем видеть онлайн Что происходит на каждой станции Это первая автоматизация Конечно, технология То есть это очистные сооружения города, воды То есть это наладка технологий То есть замена там части технологических решений То есть минимизация использования реагентики Чтобы вода была более органолептически вкуснее Да, то есть меньше реагентики Она вкуснее становится Вот Потом что Очистные сооружения канализации Большие деньги Потому что дорого Все технологии опять же Да, там Мы хотим провести реконструкцию Чтобы качество воды на выпуске Вятку Ну, было фактически питьевым качеством Да, чтобы Экология тоже важна Вот Потом сети по городу Ну, точно, точно И все подряд Потому что, наверное, там, где есть проблемы Там, где есть утечки постоянные Мы это видим То есть там эти места Точно меняем Ну, вот Вкратце так То есть В голове всего все-таки Технология Автоматизация А мечты о том Чтобы счетчики воды Сами отправляли вам показания Это Тоже куда-то Вот Ваш инвест Программы Или это инвест программа Моей собственной квартиры Должна быть Я думаю, да Потому что у нас граница Все-таки нашей ответственности Это пустяне здания То есть А установка общих домовых счетчиков У вас должна быть возможность Это принять А мы Принять это не проблема Поверьте Право Это всего лишь наличие Программного обеспечения Которое стоит Либо бесплатно Либо стоит недорого Да Тут самый вопрос Передать данные Это должен быть прибор учета Определенного типа Должен быть модем Который умеет Передавать данные А принять это не проблема Это один модем ставишь И принимаешь То есть это не сложно Но Тут надо понимать Что граница ответственности За счетчики Общие домовые Это управляющие компании Квартирные Это соответственно люди То есть мы не можем Это сейчас у энергосбыта У энергетиков Поменяли законодательство И счетчики квартирные Меняет сам энергосбыт У них новое законодательство Да Вот даже буквально Вот у меня в доме Сегодня поменяли счетчики Лежат они там Вот У нас пока такого нет У нас пока вот такого нет Поэтому обязаны Все-таки за жителями По приборам учета А за общий дом Я говорю сейчас За управляющими компаниями Наверное Это хорошо Вы говорите Передача показаний Да Автоматически Но тут наверное Законодательство Еще не Сформировало Стимулы То есть нет стимула Для этого Поэтому сейчас Это сделать можно Но выгоды От этого никому не будет Ни для кого Ну вот Да Даже наверное И жильцу самому Ну А зачем Ну да Ну понимаете Вот прибор обычно Совать 500 рублей Обычный Маленький Хотя если бы я была бабушкой Мне бы было сложно Заглядывать под раковину Но я бы не интересовалась Наверное технологией Но прибор с передачей Будет стоять 5000 рублей А без передачи 500 рублей Вот вопрос Да И получается 4,5 тысячи Учитывая что Средний Экономика решает Да Средний чек завода Там 200 рублей Да С завода только То есть и 5 4,5 тысячи Это сколько лет Да Купаться он будет Поэтому нет стимулов То есть если бы Условно там тариф Без прибора был Один с прибором Другой пример говорю То наверное экономика возникает Да выгода должна появиться Пока нет выгоды Никто это делать не будет То есть ну все-таки Рынок решает эти вопросы Давайте поговорим Про будущее Ближайшее Для вот рядового Жителя Кирова С учетом программы Вашей инвестиционной Да если мы не живем В Нововятске В Коминтерне Или в Ганино Вот для жителя Города Что поменяется На ваш взгляд Ну допустим Через 3-5 лет Ну первое конечно Это аварийность Понятно что Та же автоматизация Дает нам все-таки Более правильную гидравлику Да это лучше правильная гидравлика Это меньше аварий Утечек Да то есть Это первое Второе В рамках программы То есть игру по сетям Мы конечно Упор первого года Делаем на восстановление Закольцовок Да даже в случае Какой-то утечки Да то есть мы Переключаем воду Жители остаются с водой А мы ремонтируем Да то есть никому не мешаем Поэтому Если у жителя будет вода 24 часа в сутки Я всегда это говорю Наверное жители Не будут сильно интересовать Сколько мы копаем трубы Ну просто потому что Он не будет замечательным Потому что у меня вода Он просто будет Счастливым человеком Да да Поэтому мы Первые года У нас все-таки Направлены на восстановление Закольцовок Очень много заброшенных Закольцовок На самом деле Нововецкие мы восстанавливаем Да радужные В этом году будем делать По городу мы восстанавливаем То есть они заброшены Почему я не знаю Я не могу Отвечаю Это вот так получилось Мы пытаемся восстановить Поэтому это все-таки Резервирование То есть надежность Первое Второе Конечно Когда мы проведем Реконструкцию Сочетных сооружений Воды Корченкин Конечно Люди заметят Улучшение качества воды То есть вкусности Органолептически Она будет приятнее Вот И наверное В первую очередь Человеку что нужно Нужно чтобы вода Была 24 часа в сутки И ему она нравилась Все Все остальное Мы постараемся Аккуратненько копать Чтобы не нервировать людей Потому что да У нас там будет Наверное перекрытие Там условно Шестой водовод Это улица Там по Ладарскому Прямо под дорогой идет Там сколько От Красноармейской До Герцена Конечно нам придется Перекрывать часть Этих улиц Ну Другого мы сделать Не сможем Да Но мы постараемся Во-первых Минимизировать сроки Перекрытия И все-таки Обеспечить возможность Проезда для жителей На этих домов К своим домам В период работы Вот Остальные работы Будем стараться Как бы делать Либо без разрушения Какими-то методами Современными Там восстановление Труп Либо Все-таки там Минимизировать Сроки перекрытия Но в любом случае Это придется делать Потому что без этого Мы никуда не уйдем Поэтому вот Задача наша Через 5 лет Снизить аварийность Обеспечить Наличие воды В кранах Жителей 24 часа в сутки И сделать воду Безопасной Вкусной И качественной Закольцовываемся Начинали мы С чистой воды И Ею закончим Чистая вода Вот В вашем Понимании Или В каких-то Цифрах И показателях Что это Как это Вы сказали Что у нас Почти у всех Она такая Чистая вода Вода Которая соответствует Санитарным нормам Правилам По своей безопасности Вам за нее не стыдно Не стыдно абсолютно За воду в Харченкино Я считаю Что это прекрасная вода Хорошая вода То есть И в Новоярске Хорошая вода То есть С точки зрения Там больше вкусовых Качеств А с точки зрения Именно соответствия Сампина Конечно Вода в Харченкино Лучше Но мы хотим Чтобы в Новоярске Вода тоже соответствовала И Сампину И осталась Такой же вкусной Как и сейчас Спасибо У нас в гостях Был сегодня Директор МОП Водоканал Дмитрий Ухин Говорили О чистой воде Спасибо В всех смыслах Полезный город